Данное объяснение представляет собой мою интерпретацию человеческой природы, мои разумные ожидания от человека как биологического вида, и почему я их выдвигаю, а также мое понимание лежащих в основе механизмов. Когда я называю вас придурками, я говорю это искренне. Я не скрываю своего презрения к вашим поступкам. Я думаю, что человечество движется по пути, который приведет к усилению страданий и несправедливостей. Наше стремление удовлетворить любые желания, не считаясь последствиями, приведет к катастрофическим результатам. Потакание нашим низменным инстинктом, таким как жадность и агрессия, неизбежно обернется ростом преступности и насилия. Невинные люди станут жертвами этой разрушительной тенденции. Из-за этого я вас сравниваю с нацистами и педофилами. Вы не лучше. Таков уровень моего глубокого отвращения к мерзости, которую вы распространяете в мире. Я вынужден тратить свое время, опровергая абсурдные утверждения о том, что мы якобы не можем изменить свою природу, и понять, что мы все обладаем сознанием и испытываем боль. Нам не нравится страдать, и другим людям и животным тоже. Это не такая уж сложная идея. Безусловно, я испытываю разочарование и раздражение, когда приходится объяснять столь очевидные вещи. Ведь некоторые упорно пытаются утверждать, что обычные люди не могут этого понять. Особенно когда речь идет о необходимости действовать в рамках эффективности и рациональности. Они не могут получить что-то бесплатное. Им нужно дать что-то взамен. Они должны производить ценность, чтобы потреблять ценность. Если вы хотите причинить вред, вам нужно создать что-то ценное, чтобы оправдать это. Вы не можете создать жертву, если у вас нет причины, чтобы оправдать создание жертвы. Это элементарная этика. Все сводится к простой способности признать, что здесь есть не один заинтересованный участник. Есть и другие, которые также заслуживают внимания. Это чистая логика. Интересы одного не могут превалировать над интересами всех. Я понял это очень рано, еще в 7 лет. Мне не потребовались никакие объяснения. Это простая истина. Мы должны учитывать условия, в котором существуем. Нельзя рассматривать себя в изоляции, ведь мы взаимосвязаны с окружающим миром. Я бы ожидал, что если бы тираннозавры первыми обрели интеллект и начали делать то, что делаем мы, учиться, открывать мир, вести себя как культурные люди, то они бы тоже обсуждали такие же вопросы. Должны ли мы быть глупыми жуками? Должны ли мы вести себя как ящерицы или стремиться к большему? Они бы посмотрели на себя и сказали, мы созданы, чтобы быть жестокими. Но мы можем быть лучше этого. Я бы ожидал, что у них были бы такие разговоры. Я бы ожидал, что интеллект, знания, мудрость изменит их природу, заставит их отказаться от своего привычного образа жизни. Я бы ожидал, что они скажут, я хочу быть больше, чем просто животным. Я не хочу быть просто существом с ртом и задницей. Я хочу быть больше, чем ползающий плоский червь, ведь мы разумные существа. Я устал от этих общих фраз о человеческой природе. Даже если бы наша природа была такой, что мы были бы хищными насекомыми, я бы ожидал, что, достигнув определенного уровня интеллекта, мы бы признали взаимосвязь всех существ и то, что нет существ выше или ниже других. И что если они могут найти другой способ пропитания, они не должны делать это, втыкая иглу в чьи-то внутренности и высасывая сок. Это чушь. Это неэффективно. Это контрпродуктивно. Им нужно найти более эффективный способ жизни или выключить машину, если она недостаточно эффективна. Я бы ожидал, что они способны на такую логику, так как это последствия знаний, последствия образования и информированности, понимания. Я понимаю, что вы придерживаетесь нитшианской философии, то есть отрицаете то, чему вас учат знания, и хотите вернуться к первобытному состоянию. Именно поэтому я сравниваю вас с жуком, чтобы подчеркнуть, что вы просто утверждаете, что мы не должны бороться с нашей природой и менять ситуацию. Эта игра неэффективна. Создать 100 мертвых существ — это проигрыш. Неважно, насколько долго продлится праздник жизни, тень смерти рано или поздно накроет всех. Да, это все абсолютно безобразно.